Следующая новость, значит, господа, ну, я вам так скажу, значит, я, я вот это, я мог стерпеть, значит, то, что я не буду деньги получать, блять, я мог стерпеть Бравл Старс, я мог стерпеть вот этот Инстаграм, блять, деньги с Твича я могу стерпеть, деньги с Ютуба я могу стерпеть, блять, вот эти все санкции, я, я, ну, думаю, ну, как-нибудь переживем, но, сука, геморрой, блять, Байден, ты там охуел совсем, что ли, ну, то есть ты, ну, уже настолько, блять, хочешь в мою жизнь, нахуй, значит, рассказываю по центре, вчера, все у меня нормально, все красиво, сажусь срать, блять, нихуя его не запретили, лучше бы его запретили, блять, мне Байден подкинул геморрой на жопу, блять, значит, я сажусь вчера какать и думаю, ну, что-то так, блять, как-то неудобно, нахуй, какать, чуть-чуть, вытираю жопу тоже, ну, больновато, но я думаю, ну, такое бывало, когда, вот, знаешь, прям насухо жопу вытираешь, ну, прям перебарщиваешь с вытиранием жопы, ну, чуть-чуть больно начинает вытирать, ну, я думаю, ну, и ладно, типа, нахуй, типа, ну, больновато, да и похуй, дальше что-то на стриме сидел, тоже иногда елозил, так, неприятное ощущение, вот, и лежу, думаю, ну, что-то, блять, побаливает, реально, что-то побаливает, пойду жопу помою вообще, ну, зачекать вообще, ну, помою жопу, да, и вот так вот пальчиком прям, ну, проведу пальчиком, зачекаю. Хуяк, блять, думаю, чё за хуйня, нахуй, это чё, блять, в смысле, блять, это всё, ну, типа, я, это, это либо старость, либо санкции, то, что я старый, я отрицаю, то есть, я предполагаю, то, что Байден лично, потому что не было никаких предпосылок, то есть, у меня просто, нахуй, за один день заспавнилась шишка какая-то на очке, блять, чё вообще за хуйня, не, это не, ну, никак иначе, как проделки Байдена, блять, или коллективного запада, потому что других, других вот этих, ну, я не представляю, как оно заспавнилось за секунду, вот эта хуйня. Значит, я вот это, ну, помыл жопу, трогаю, думаю, чё за хуйня, выхожу, говорю, этот, Соня, ну, зачекай, реально, зачекай, чё за хуйня. Вот, я, короче, вот так вот беру, ну, вот так ложусь, вот, вот так, ну, и сам смотрю, нихуя не видно, Соня говорит, такая, а ну-ка, чё у тебя там, говорит, о, блять, я такой, в смысле, говорю, нихуя не понимаю, блять, я говорю, Соня, сфоткай, типа, вот, в первый раз в жизни за свою долгую жизнь, я в первый раз в жизни увидел своё очко, кстати, вот, вот, как оказалось, оно у меня не самое красивое, я видел и покрасивее, всякие видео видел, бывали и покрасивше, у меня, типа, ну, такое, как бы, нормально, но не супер, вот, ну, Соня мне сфоткала, я смотрю, пиздец, блять, думаю, ну, серьёзно, нахуй, начал, начал жракулуни жалову, за жену, типа, я говорю, жракулуни, можно я тебе скину фотку, сейчас, короче, я пожаловался жракулуни, говорю, у меня там, бом-бом, блять, жракулуни, у меня, походу, геморрой, блять, ты не хочешь заценить, ты не можешь это объяснить, он, ну, это возможно, что он за один день появился, потому что, вот, я позавчера мылся, жопу, и я не чувствовал, что там у меня какие-то хуйни, а сегодня, вот, шарите, да, значит, ну, блять, дальше рассказываю вам, что, шракулуни мне написал, записал, ну, короче, блять, я уже к доктору записался, ну, вот, у меня настроение пропало, из-за этого, я сегодня подумал, блять, ну, нахуй мне стримить, блять, сидеть у меня на жопе, не, ладно, короче, да какую фотку в ТГ, блять, обойдетесь, ладно, ребята, больше не буду вам рассказывать эту историю, ну, потому что, может быть, мне твич запретит, да, при условии того, что скоро ютуб закроется, нахуй, твич моя единственная площадка остается, поэтому я вам не буду больше рассказывать историю про мой геморрой, а то вдруг, что, я вам лучше расскажу свой сон, вот, я вам сон расскажу, что мне приснилось, я его даже не расскажу, а я вам нарисую, прикиньте, снится мне сон, значит, космос, космос, и в космосе, значит, солнце, вот, солнце, ну, блять, как это нарисовать, нахуй, ну, солнце, и, короче, от него лучи такие, да, вот, вот так вот, ну, такие вот лучи, вот так, вот так вот, ну, вот, и лучи, да, и прикиньте, и что-то возле этого, возле этого солнца, блять, комета пролетает, ну, вот во сне, я не знаю просто, как вам объяснить, вот, ну, короче, комета такая, с полтора гороха размером, вот, не, ну, даже я бы сказал бы, вот здесь вот она прям пролетает, вот, я, блять, что-то я охуел реально, думаю, ничего себе апокалипсис, блять, вот, ну, это, это не касается, как бы, это просто сон, я вот вам сон рассказываю, то, что, блять, что-то какая-то хуйня, ну, вот это вот, такой вот мне сон приснился, вот, ну, короче, я там начал спрашивать уже о колумане, я написал своему диетологу, говорю, дайте, дайте нормального какого-то, какого-то доктора, да, там, что мне с этим делать, ну, у меня что-то подобное было, я даже не уверен, что это геморрой, вот, ну, я вот по ощущениям, вот вчера, жираку луни в состоянии аффекта, да, говорил, сейчас, 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 такое интересно, в частной клинике это дело? Сейчас. Вот, шарите, ну, вы шарите, как сиська, но только маленькая, короче, ну, маленькая такая сиська, ну, как, ну, как ноготь, наверное, ну, может, может, чуть больше или чуть меньше, но вот как ноготь, такая маленькая сиська, вот, вот такая вот хуйня, блин, ну, вот, ну, как сосок, как сосок, наверное, ну, девичий, девичий, вот, нормальная, короче, тема, ну, ну, да, ну, 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 типа, ну, типа, вот, да я уже не помню, какого цвета, думаете, я долго смотрел на фотку своего очка, там, а, не, ну, ладно, я долго смотрел, я просто рассматривал, в первый раз в жизни увидел, вот, свой пердочел, лучше б не видел, конечно, нахуй, но мне надо, вот, но завтра я пойду к доктору под Сантре, видимо, мне завтра уже операция будет, у меня будет операция, блядь, вот, я у Широка Луни спросил, чё там, чё после операции вообще, как это там, больно ли какать, вся хуйня, но он меня не обнадёжил, если честно. Да не, смотри, во-первых, сама операция делается, не знаю, чуть меньше пяти минут, типа, пять, или там, около того. Вот. Как это происходит? Тебе лазером разрезают, сначала, не, сначала тебе шприцом, блядь, прям в очко, нахуй, хуярят, а бейсбол, вот это сначала происходит, потом тебе лазером разрезают эту хуйню, оттуда вытирают тромбы, тромбоциты, и потом также лазером запаивают всю эту ранку, потом прикладывают туда марлечку, вот, пропитанную чем-то, леомиколем вроде бы, и немножко заклеивают пластырем, чтобы она не отпадала, чисто. Вот. Я после этого боялся какать, я после этого пошёл домой, и вечером этого же дня я сел на поезд и поехал в Москву. Всё это время я не какал, мне страшно было. Ну вот, поспал, на следующий день мне захотелось как раз-таки сильно прям какать, и я такой, блядь, ну, надо же как-то. Вот. Отодрал я этот пластырь, отсоединил, значит, варлечку, вот, покакал, и после покакал, я помыл по пенсию, и потом делал так, как велел доктор, а это значит, в тазик себе налил тёпленькой водички, развёл там марганцовку, посидел минут 5-10, помочил попку свою в марганцовке. Понимаете, то после, после того, как я покакаю, мне придётся каждый раз сидеть в тазике, блядь, сидеть в тазике по 10 минут, то есть, помимо того, что я сидел сейчас на унитазе, какал, плюс ещё 10 минут сидеть в тазике, нахуй. потом аккуратно вытер всё, вот, и Лео Миколь, это мать Лео Миколь, на марлечку, марлечку к попке, к ранке, и всё, и пластырем, ну, либо просто трусиками, хуяк, если ты не ёрзаешь, не ходишь куда-то, то просто трусиками, хуяк, и всё, и за недельку всё нормально было. Ай, блядь, ну, короче, нормально, нормально, так, а ты мог бы тогда записывать не, эээ, что, блядь, а почему я не могу это слышать на стриме, может быть, послушать всё-таки на стриме, блядь, какой нахуй вырезать. Там можно свечкой, свечкой, просто свечку, хоп, и оно проходит. Не, мне Широк Луни сказал то, что, ну, я по поводу свечек там Соня уже начала читать, потому что она что-то жёстко заволновалась. Дело в том, что Широк Луни, я не помню, в каком голосовом сообщении сказал или не в голосовом, то, что надо именно удалять вот так, как он сказал, потому что, если свечкой, то может возродиться, вот, может возродиться. А чё, Саска, что Саска, обрыжка, у тебя тоже что-то было просто подобное? Может, ты поподробнее расскажешь? Ну, блядь, чисто какая-то хуйня неприятная. Я думал уже, ну, какая хуйни никакой не будет уже, блядь, ну, куда хуже, да? Ну, вот ты сидишь, каждый день, блядь, что-то блокируют, какую-то хуйню там, вот, и хули, да, вот, и хули, ну, хуже, думаешь, уже не будет, но куда хуже? И тут хуяк тебе Байден говорит, surprise, you had геморрой, блядь, или что-то такое. Дальше, я еще записывался в больницу, я говорю, здрасте, они говорят, здрасте, приходите к нам в 10 утра. Я говорю, не хочу нахуй к вам в 10 утра, блядь, приходить, я сплю, блядь, я спать ложусь только всем, какой мне нахуй в 10 утра к вам приходить. Они говорят, мы вас не можем позже записать, потому что мы ведем запись уже с учетом операции. То есть мы вносим в запись операцию уже, то есть, видимо, чаще всего туда приходят люди, им сразу отрезают пукич, я не знаю. Вот, я вообще думал то, что всю шишку будут отрезать, а оказывается, ну, видимо, ее вдоль как-то разрежут, оттуда достанут кровь или что там накопилось. И вообще в ахуй, как оно появилось, какого хуя оно вообще появилось, блядь, вот, я не знаю, может, видео посмотреть. Во, у меня наружный, походу. Так, а ну-ка, вот это вот. Так, а ну. Сегодня я хочу рассказать вам о наиболее распространенном заболевании прямой кишки, имя которому геморрой. Блядь, я никогда не представлял, блядь, что я буду посерьезно смотреть это видео нахуй. В данном видео я постараюсь просто, кратко и понятно осветить самые актуальные и интересные вопросы, которые ежедневно задают мне мои пациенты. Чтобы понять суть этого заболевания, немного расскажу об анатомии конечного отдела прямой кишки. Сейчас, секунду, что-то у меня шкаф пролагал или это со светом проблемы? Уж получилось, но каждый человек уже с рождения имеет небольшие геморройдальные узлы, представленные кавернозной тканью. Таких узлов у человека шесть. Три внутренних и три наружных. Внутренние залегают в прямой кишке на глубине 2-3 сантиметра. Наружные находятся под кожей. Во, да, 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 ага, вот, да, да. В норме они не прощупываются. Если образно рассматривать анус как циферблат, то узлы находятся у всех примерно одинаково. На трех, семи и одиннадцатом. А это верх или низ? Блядь, сейчас, подождите, сейчас. Охуеть. Надо еще сказать, что внутренние геморройдальные узлы удерживаются внутри с помощью специальных связок. Часто интересуются. А нахуя они там удерживаются, блядь? Почему зачатки геморроя есть у всех, а болеют им только некоторые? Тут настало время коснуться наследственности. У людей, страдающих геморроем, имеются врожденные слабые соединительные ткани, обусловленные недостаточным синтезом коллагена определенного типа. Считается, что именно этот фактор является благодатной почвой для развития не только геморроя, но и варикозной болезни нижних конечностей. Таким образом, у некоторых людей есть наследство... У меня, да, у меня есть, кстати, одна варикозная такая, где-то, я не помню. ...предрасположенность к геморрою. Помимо предрасполагающего фактора, есть еще и причины, которые прямо влияют на развитие заболевания. Представим себе геморроидальный узел как небольшой мешок. Не, у меня вот это не нравится мне, у меня вот тут вот, вот тут примерно, вот здесь. ...вернозными венами. Вот здесь вот. Эти вены могут расширяться и сжиматься, в зависимости от того, насколько они наполнены кровью. С одной стороны, к узлу протекает кровь по артерии... А нахуй оно существует? Нахуй оно надо, блядь? ...с другой стороны, оттекает по вене. В норме соотношение притока и оттока крови сбалансированы. И узел сохраняет свои нормальные размеры. Ага. Теперь представим ситуацию, когда приток крови значительно превосходит его отток. Такое случайно... А какого хуя? ...например, при выполнении тяжелой физической работы или поднятии тяжести. В этом случае вены переполняются кровью. А чё я делал в последнее время? А я не знаю, чё я делал в последнее время такого. Растягивается. А сам геморройдальный узел увеличивается в размерах. Такое же увеличение узла будет наблюдаться и в случае затруднения оттока крови из него. Давайте теперь разберем основные причины... А как устроить просто отток? Если я не хочу, чтобы мне резали чё-то, блядь, лазером. Я хочу просто отток сделать. Не, я подолгу сижу на унитазе, потому что, ну, там, тикток, блядь, посмотреть видео. Нахуя мне вставать, если я ещё не досмотрел видео про Украину? Сильно напрягаться. Геморройдальные вены при этом сильно расширяются. Да какой в попу у меня снаружи попы, блядь! В попу засовывать надо, если у тебя внутри попы, блядь! У меня снаружи попы! Увеличивается размер узлов. Ты, блядь, когда пришёл, я сказал, жрак луни, нахуй! Сказал, что лучше это вырезать, блядь! Потому что оно может потом опять появиться, блядь! Усугубляет ситуацию жёсткий стул, который, проходя анальный канал, механически травмирует увеличенные узлы. Да чё, блядь, со шкафом, нахуй? Блядь, я вроде смотрю, или это вебка у меня... Может быть, эта вебка-фокусировка спадает? Мне кажется, как будто... Что-то со шкафом. Да зачем ты мне вот это внутренне показываешь, блядь? Чё снаружи делать, нахуй? Это частые поносы. Они тоже способствуют развитию геморроя. Ведь пациент очень часто начинает ходить в туалет. Сам понос оказывает... Я три раза в день хожу и долго сижу. То есть я и там, и там обосрал. Ну, в прямом и в переносном смысле обосрался, да? Подражающее действие на область геморроидальных узлов. У меня нормальные какашки. Ну, я хорошо питаюсь, у меня хорошие какашки нормальные. Я на диете. Воспаление. Другим, не менее важным провоцирующим фактором является малоподвижный сидячий образ жизни. Сука, и здесь, блядь! Да ты охуел! А как выжить-то нахуй тогда, блядь? На улице находятся водители, офисные работники, кассиры и даже врачи, ведущие консультативный прием. А стримеры? Тяжелый физический труд, подъем тяжестей также приводит к развитию геморроя. Трущики, строители... Блядь! Не, ну слушайте, я недавно 7 тысяч кубков в бравле поднял. Я думаю, что это можно сказать подъем тяжести, потому что у меня вообще-то как бы... Я начинал с тысячи кубков, а сейчас у меня уже 7 тысяч кубков. Это, ну, была тяжелая дорога. Сейчас, секундочку. У меня уже 7 тысяч 781 кубок в бравле. Это, конечно, блядь, тяжесть нехуёвая была. ...монтажники, тяжелоатлеты... Брал старсеры. ...весьма часто болеют геморроем. Отдельно хочется выделить беременных женщин. В этот период, особенно на поздних сроках, растущая матка давит на вены малого таза, что, в свою очередь, нарушает отток крови от геморроидальных сплетений. Да и сам процесс родов является мощным провоцирующим фактором в развитии заболевания. Плюс к этому у беременных меняется гормональный фон, что приводит к возникновению запоров. Касательно геморроя у беременных кормящих женщин мы сделали даже отдельное видео. Во-во-во-во-во! Не, ну не настолько, но... ...рекомендации. Пиздец, реально, у меня все, у меня геморрой, нахуй. На возникновение геморроя оказывают влияние пищевые предпочтения. Среди любителей острой, пряной, соленой, жирной, жареной пищи очень много... А, это не про меня! Мне это все нельзя! Пошел на хуй! ...этим недугом. Злоупотребление алкоголем в любом виде также способствует его развитию. Это основные причины, о которых мне хотелось бы вам рассказать. Теперь поговорим об обследовании пациента. Диагностика геморроя не представляет больших трудностей для практолога. Вот можно вот без вот этого я... Вот это второе, короче, исключить как-то можно? Пациента нужно лишь набраться смелости и посетить его. Но практика показывает, что далеко не всегда за помощью обращаются сразу. Часто на прием приходят уже изрядно настрадавшиеся от болезни люди. Не-не, меня Соня заставила, она говорит, завтра записывайся сразу, типа, иди сразу записывайся, а то хуже будет. Вот, ну, вчера обнаружили, и завтра я иду. Но сегодня бы уже пошел, нам поздно. ...стадиями. А всему виной стыд и страх перед самим осмотром. Да мне, мне вообще духуй, блядь, я вообще бы заснял бы, если честно. Вот. Ну, как-то фотку бы прикольную сделал, в Инстаграм выложить. Но Инстаграм заблокировали. ...делает больно, да еще в таком интимном месте. Спешу вас разубедить в этом. Все не так страшно. Прием практолога вполне комфортен по сравнению со многими другими врачебными специальностями. Для постановки правильного диагноза врач корректно расспросит вас о жалобах, когда и как они возникли, долго ли существуют, и задаст еще целый ряд уточняющих вопросов. Далее последует осмотр области промежности, пыльцевое исследование, аноскопия. Если же вас беспокоит боль на момент обращения, то доктор ограничится внешним осмотром, а остальные исследования проведет после стихания воспалительного процесса. Ты охуел! Я думал, мне уже завтра отрубят ее нахуй, эту хуйню. ...методов вполне достаточно, чтобы поставить правильный диагноз геморроя. У Шампанова тоже геморрой? Может ему... Блядь, ну я бы у него спросил бы. Здорово, я уже стримлю. Слушай, у тебя никогда не было проблемы с геморроем, а то я завтра в больницу иду. Есть советы какие-то? Я... Хочешь, сейчас пойдем вместе поболтаем на стриме? ...определить его вид и стадию. Иногда, для исключения более опасных заболеваний... Не, это полная хуйня! В смысле, блядь? Шо это за анаконда нахуй? Не, ты че, блядь? Вот ты только что говорил, что ничего страшного не будет, и потом вот это показываешь, блядь. Я такое только в видео видел. Может потребоваться ректороманоскопия или колоноскопия. Теперь о том, какой же бывает этот геморрой. Исходя из расположения пораженных узлов, геморрой может быть... Ну вот, вот да, вот, вот, вот. Внутренним... Не. ...и комбинированным. Нихуя себе! А вдруг у меня такой? Если рассматривать... Блядь, все-таки придется, да, чтобы он не засовывал завтра пальчик? Блядь. Ну, чтобы удостовериться. Ебать, блядь. Завтра, короче, мне походу пальчик... Будут. ...с точки зрения проявления, то острым и хроническим. К острому геморрою относят кровотечение, требующее экстренного хирургического вмешательства. Нет, такого нет. И острый венозный тромбоз. Все остальные проявления геморроя считаются хроническими. Чаще всего обильные кровотечения возникают из внутренних геморроидальных узлов. А, нет, ну нет. Тромбоз в большей степени касается наружных узлов. Разберем теперь отличие наружного геморроя от внутреннего. Прежде всего, это расположение. Наружный располагается поверхностно, в непосредственной близости от заднего прохода. Его можно... Мне еще бесит то, что, ну, я не чувствую, но я предполагаю, что, когда я какаю, какашка задевает вот эту штуку. И, типа, ну, непонятно, вот попу, ну, когда вытираешь, на вот этой штуке микромолекулы какашки остаются. Ощупать руками. Собой он представляет мягкие, безболезненные кожные складки. Вне обострения эти узлы практически не беспокоят человека. Ага, сейчас, подождите, шампанов, может, ответим. Не, не ответим. Не, 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 не. Мнение эксперта? А ты что, сталкивался? Расскажи мнение эксперта, пожалуйста. Так, ну... ...возникает его гигиену. Если же возникает обострение, то на месте этого мешка появляется плотная, округлая, болезненная шишка. Подожди, блядь, стоп, нахуй. Плотная, вот я вчера потрогал. ...три которой образуется тромб. Далее присоединяется воспаление. И появляется болевой синдром. Ты что, охуел? То есть ты что хочешь сказать, потому что у меня это уже месяц, блядь? ...гигиену. Если же возникает обострение человека. ...кожные складки. Вне обострения эти узлы практически не беспокоят человека. Лишь затрудняют его гигиену. Если же возникает обострение, то на месте этого мешка появляется плотная, округлая болезнь... А, обострение, то есть когда оно все... ...шишка, внутри которой образуется тромб. Далее присоединяется воспаление. И появляется болевой синдром. ...различной интенсивности. От незначительного дискомфорта до нестерпимой боли, требующей применения обезболивающих средств. Как правило, когда тромбоз наружного геморроидального узла... Ну, у меня как бы... ...как бы просто чуть-чуть иногда неприятные ощущения. Но я вот сейчас вот сижу, и мне вообще как бы норм. Сейчас, подожди, шампанок читаю. Так... Сейчас, сек, 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 сек. Надо как-то... Впервые он легко переносится больными. И часто даже не замечается. В дальнейшем подобное обострение становится с каждым разом все тяжелее и тяжелее. Наружный геморрой требует лечения только в момент обострения. Первым этапом проводится консервативная терапия. Назначаются противоуспалительные и тромбоэлитические маски. А, видимо, завтра ничего мне не будут отрезать, блядь, да? Цвечи, сидячие ванночки с теплым отваром ромашки. Дополнительно могут назначаться венотоники, нестероидные противоуспалительные препараты. А? На протяжении всего периода лечения необходим физический покой и соблюдение диеты. В среднем терапия проводится около двух недель. Блядь, ты хочешь, я, я уже одну диету соблюдаю. Ты хочешь, чтоб я, нахуй, вторую диету соблюдал, блядь? Далее может быть предложено иссечение наружных узлов. Этот вариант лечения значительно снижает шансы дальнейших тромбозов. Опять швы, нахуй! Опять швы, блядь! Сука, чё за хуйня, блядь? Байден, блядь! И применяется, как правило, в случаях неоднократных обострений. А-а-а! А-а-а! Во! Для такой операции не требуется ложиться в больницу. Всё выполняется в поликлинике, подместной анестезией. Ага. В лечении тромбоза наружных узлов иногда применяется тромбоктомия. Ага. Целью этой операции является излечение тромба из поражённого узла. Не, ну чё-то под Сантре... Чё-то подобное у меня уже было, но не в таких масштабах. Может, я просто не трогал или фотки не видел, но... Что-то подобное, оно присутствовало у меня вот это вот всегда. Так, сейчас, секундочку. Сейчас, подождите-ка. Сейчас, сейчас, сейчас. Угу. Ты прям сейчас хочешь, или я могу видео досмотреть? Я просто смотрю видео сейчас. Сейчас, под Сантре я буду учить стримить. Сейчас, сейчас, сейчас. Тут что-то интересное назревает. Сейчас, под Сантре я буду учить стримить. Нормально, нормально, нормально. Швы на очко прям, блядь. А если какать очень усердно, то чё, разойдутся швы? Чё за хуйня вообще полная, блядь? Какая-то полная хуйня. Заквиель, козёл, стрим закончил, мне даже рейт не кинул. И сидит в чате такой, типа, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Чё это у тебя с очком, блядь? Тем самым ускоряется выздоровление пациента. Ибо... Чё, блядь? ...возважённого узла. Тем самым ускоряется выздоровление пациента. И быстро ликвидируется боль. Но нужно... Нихуёвая ложечка, блядь. ...понимать, что удаля... Подожди, а это просто омертвевшая кровь, или что это? ...тромба не предотвращает повторные тромбозы. Это лишь способ помочь ему легко пережить обострение. А-а-а, сука. Нихуя себе, блядь. А я думал, всё, типа, убирают и не будет. Теперь перейдём к внутреннему геморрою. А убери его нахуй меня навсегда, блядь. Как уже говорилось, узлы располагаются внутри прямой кишки на глубине 2-3 сантиметров. Удерживаются там связкой паркса. Внутренний геморрой... Я паркс, я паркс, сейчас. Так. Ага, ага, ага. ...пере стадии, которые довольно условны. Они способны отразить степень запущенности заболевания. При первой стадии внутренние узлы имеют небольшие размеры. В течение длительного времени они могут никак себя не проявлять. Лишь изредка возникает кратковременный зуд и дискомфорт в заднем проходе, на который пациент практически не обращает внимания. Ага, ага. Постепенно происходит увеличение размеров узлов. Частота и выраженность жалоб нарастает. Появляется чувство тяжести, ощущение народного тела в заднем проходе. Незначительное выделение крови при стуле. На этом этапе часть пациентов уже обращается к врачу. Сейчас, подождите. Нету. ...отлечиться. Если причина возникновения геморроя не устранена... Ну, я сейчас как бы глазом поморгал. Я сейчас глазом поморгал, но вроде нет реально. Рост узлов продолжается. Они становятся своеобразным препятствием выходу каловых масс. Охуеть. При опражнении кал как бы... Сука, нихуяся. ...выталкивает узлы наружу. При этом связки паркса, которые удерживают узлы, перерастягиваются. Так появляется новая жалоба. Выпадение узлов при дефекации. После окончания дефекации узлы вправляются самостоятельно. Мы уже сейчас говорим о второй стадии геморроя. При этом выделение крови становится частым явлением. Количество выделяющейся крови также увеличивается. При дальнейшем развитии заболевания узлы уже имеют значительные размеры. Постоянно травмируются калом, воспаляются. Блядь, опять что-то со шкафом, сука. После дефекации выпавшие узлы уже сами не возвращаются назад. Пациенту приходится их заправлять обратно руками. Да сука, чё за хуйня, блядь? Чё вы ржёте, блядь? При четвёртой стадии внутренние узлы уже не заправляются на место. Блядь, чихнул. Чё вы хуйню, блядь, пишете, блядь? Да ржёте какую-то хуйню, блядь. Они торчат снаружи и постоянно травмируются нижним бельём. Постоянная боль и обильные кровотечения. А мне Соня только новые трусики купила. Признаки четвёртой стадии. Ещё одним осложнением четвёртой стадии геморроя является плавно нарастающая недостаточность сфинктера. Пациент сначала перестаёт удерживать газы, а потом и жидкое содержимое. Перейдём теперь к вопросам лечения. При начальной стадии геморроя назначается консервативная терапия, которая заключается в применении свечей, мазей, хлеботоников, даются рекомендации по изменению образа жизни, питания, по нормализации стула. Все эти мероприятия позволяют на протяжении длительного времени эффективно справляться с проявлениями болезни. Но всегда надо помнить о том, что консервативная терапия направлена... Можешь, пожалуйста, выключить эту тарахтенку? А чё? Тебя ничего не смущает? А чё? Тебя вообще ничего не смущает? Что-то не так? Ну то, что у меня это тоже на стриме смешно. Как с детства смешно. А ты о чём? А вот это... А я думал, что это самолёт пролетал. Да? Да. Алиса, сплит 23. Тогда бы окно откроем просто тебе. Сейчас оно раскочегарится и будет нормально. Да слышь, но всё равно окно я тебе открыла. Так из окна жарко. Алиса, выключи сплит. На улице минус, какой жарко. Лето? Всё, выйди отсюда! Чё орёшь на меня? Выйди! Чё орёшь на меня? Жарко, блин, ему на улице. Минус один на улице, снег не пьет. На устранение симптомов геморроя. Лечением мы добиваемся того, что болезнь не развивалась дальше. Или в крайнем случае, таким лечением мы поможем замедлить прогрессирование заболевания. Сам геморрой при этом остаётся. И у части пациентов наступает момент, когда эффективность таблицы... Бля, короче, нарезчики, назовите... Я знаю, что вы просто, блядь, решили назвать, блядь, нарезки, типа... У пятёрки геморрой, блядь! Это хуйня название, надо кликбейтить нормально, блядь. Назовите... Пятёрка обнаружила у себя невероятную болезнь. Завтра операция. Вот, вот так вот. У меня, блядь, реально завтра операция, блядь. ...полностью исчезает. Тут на помощь приходят малоинвазивные методики. Их основные достоинства заключаются в том, что они комфортно и легко переносятся пациентам. К современным малоинвазивным методикам относят склеротерапию и латексное легирование внутренних геморройдальных узлов. Кто, блядь? ...помощью успешно лечат первую и вторую стадию геморрой. Пылесосом? Ааа, просто пылесосом, да, такой? И всё? И всё сейчас не будет? Апбулаторно. Не требует обезболивания. А нахуй он это сделал, блядь. И освобождение... Ааа, какую-то резинку просто надели, блядь. Просто надели резинку. Вот. Этого пылесоса, да. ...влядь, выпало, блядь. ...помощью нельзя полностью избавиться от геморроя. Эффекта от лечения хватает на период от одного до трёх лет. Но, с другой стороны, многие пациенты находят удобно пользоваться такими методами. Ага. И избегать более масштабных операций. А как часто это? Некоторым людям банально необходима отсрочка в 1-3 года. От армии, да? Ебать! То есть эта операция считается, что мне нельзя, да, служить? Охуенно! ...лигирование склеротерапии обосновано. Если пациент понимает, что это решение временное. Золотым стандартом хирургического лечения геморроя до сих пор считается геморроидоктомия по милигану Моргану. Основной заслугой этой операции является абсолютный радикализм. После неё практически никогда не бывает рецидивов. За редким исключением. Да я не хочу, блядь, швы, блядь, в жопе! А швы, сука! И мне здесь было неудобно, а если у него в жопе будут, блядь, швы, блядь! Швы, нахуй, в жопе, блядь! Проблема операции заключается в том, что после операции наблюдается очень значительная боль, которая плавно стихает в течение одного-двух месяцев. Двое месяца, не срать! Период недруспособности может составлять от трёх до четырёх недель. Ну и ещё один негативный момент, связанный с этой операцией, это осложнение. Бывают случаи, когда в результате грубых операций или по причине нарушения послеоперационных рекомендаций со стороны пациента развиваются сужения и деформации анального канала. В настоящий момент всё больше врачей стараются избегать этих операций и выполняют их лишь при третьей и четвёртой стадии геморроя. В настоящее время существуют менее травматичные, но при этом достаточно эффективные современные хирургические методы лечения геморроя. К ним относят лазерную вапоризацию геморроидальных узлов и операцию Холрар, которая также называется дезерторизацией внутренних геморроидальных узлов под контролем ультразвука с мукопексией. Основными преимуществами этих операций является комфортный послеоперационный период. Болевой синдром в разы меньше, чем при стандартной геморроидной ктомии. При этом работоспособность восстанавливается... А я ебу, к какому завтра я доктору попаду, блядь? А вдруг мне реально вот эти швы жопные наложат? ...на быстрее. Примерно за одну-две недели. После таких операций нет необходимости длительного нахождения в стационаре. Пациента выписывают или в день операции, или на следующий день. Чё это, блядь? Завтра пацаны по ходу стрим из больницы будет, блядь. Серьёзно? ...от наркоза, который применялся для их выполнения. А вот, блядь, если мне в попу, уколят прям в попу, наркоз, да? Я не буду чувствовать свою попу. Вдруг я укакаюсь, блядь? Ну, я же не буду понимать, напряг я сейчас или не напряг... Я не буду же это чувствовать. А как не укакаться? Ну, как, типа, не укакаться. Не укакаться. В целом, прогноз лечения геморроя благоприятный. Заболевание можно радикально вылечить на любой стадии. И как вы теперь видите, чем раньше вы обратились к врачу и начинаете лечение, тем легче и комфортнее она будет для вас. Спасибо за внимание. Не, ну, ладно, он меня хотя бы обнадёжил. Повезло то, что я как бы завтра пойду уже проверяться. Надо проверяться, короче, уже. Так, ща, подождите, у меня знаток есть. У меня есть знаток. Модератор Суджи. Ну, я просто, чтобы вы знали, да? Алло, здравствуйте, модератор Суджи. Алло, приём, приём. Который заведует конвой сабов. С чем ты спалил? В смысле? Ну и важно, блядь. Так что, у тебя геморрой часто бывает? Ну, ты же знаешь, мне, короче, вот эту болезнь и рассказывал. Вот, и на её основе там, ну, приколы были. Ну, они вот так, как и сейчас есть, ну, я веном. Я бы там объясняю. А вот это шланг, шланг был у тебя в жизни? Да, был, было, несколько раз. И какое ощущение? Я не знаю, я сплю в это время. Ааа, нихуя. Короче, тебе завтра этого не будет, потому что, ну, тебе заранее говорят, выпить фигню, ты так просрёшься, что у тебя весь кишечник будет чистый абсолютно, и только потом тебе сделают шланг. Нахуя мне шланг? Нет, нет, я тебе говорю, что было бы так. Ааа, фу, нет, ну, ага. Ааа, тебе, ну, резать его тоже не будут. Тебе сейчас, ну, есть два варианта. Как Джек Луни сказал, ну, это хороший вариант в плане того, что, если ты его примешь, то ты потом с этим морочиться не будешь. Ага. Либо, либо, это, короче, свечи принимать. Так, и это свечи же, если внутри, а у меня снаружи. Ну, блин, и как объяснить? Но оно тоже помогает. Ладно, хорошо. Ну, вот ещё есть, ещё есть мазь, мазь. Ну, то есть, ты можешь наружу это делать. А если так, слюна человеческая, может, ну, так, типа, может помочь слюна? Или собачья? Вот мне бабушка говорила, что собаки зализывают раны, потому что у них антисептик в слюне. Если собаку попросить. Ну, блин, можешь проверить, конечно. Не, ну, я бы проверил бы. Ну, вот. В принципе, могу тебе дать, ну, совет. Это тебе скажет доктор в любом случае. Могу сразу это сказать. Можешь принимать мазь, называется проктонис. Ну, типа, лучший вариант. А свечи... Сейчас, походи. Да, нет, ну, мне это взорвало всё равно. Ну, да, да, пофиг. Ну, свечи как бы помогают, вот, но я на них, ну, забил через какое-то время. Я, ну, объясняю, почему сказал, что я веном. Я всё это пережил, ну, без лечения, считай. Ничего себе. То есть, я как, он у меня паразит, но всё нормально он как-то... Ну, ты приручил, короче, приручил. Да, 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 да. Ну, проблем у меня вроде сейчас нет. Ладно, хорошо. Ну, пока у тебя начальная стадия, тебе лучше сейчас о ней позаботиться быстро. Ну, я, видимо, да, но он меня Соня заставил, а так бы я бы сидел бы и мне нормально... А он, ну, исчезнуть может, да, сам? Да, если ты будешь им заниматься, он как бы уйдёт. Но, возможно, он опять пройдёт. Ну, ты сказал, что ты по три раза в день срёшь, это жесть. Ну, я бы сказал... Ну, чё, проснулся там перед стримчиком такое, ну, чтоб нормально освободить, да? Вот. Потом, ну, после стримчика иногда по кайфу так уединиться, посидеть. Вот. А потом перед сном, ну, иногда такое хочется тоже так, ну, покакать, скинуть груз, так сказать, чтоб легко было. Ну, просто, если бы я сказал, ну, сколько я раз хожу за месяц, ты бы офигел. Ну, я так предполагаю, ты там где-то два раза в неделю ходишь примерно, это я шарю, такие люди бывают. Нет, нет. Сколько? Чё, блядь? Ты вообще, типа, ты суперчеловек? Не, ну, это у меня лично, я, походу, да, я, походу, реально суперчеловек. Не, ну, тебе повезло, ты не тратишь время на, как они... Да, ну, я, ну, вот, у меня бывает день, ну, это два раза в месяц, там, два, ну, три. И вот я вхожу, два часа посижу, выхожу, и всё. А, два часа, альфуй, я сейчас... Прикол. Ну, это такой более личный разговор. Ну, и выходишь, и на пять килограмм меньше весишь, да? Возможно. Я один раз проверялся. В смысле, личный разговор, ты мне сам позвонил на стриме, блядь? Нет, нет. Чего ты ждал? Нет, там лайфхаки, лайфхаки свои... Ну, это личное, это личное. То есть, если я спалю, могут... Ну, это платно вообще. А, я понял. И это поддела удолжение, вот. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Но тебе, типа, всё нормально, ты просто завтра. Сходи, тебе проверят сначала, а потом уже скажут, что будут делать. Либо назначат, ну, скорее всего, свечи. Либо ты сам уже попросишься, чтобы тебе его резали. Ну, тебя сначала подготовят к этому. Так, а лучше, ну, если мне будет выбор, что мне лучше сделать? Если у тебя лёгкая стадия... Ну, вот он мне скажет, вот мы можем выбрать, типа, вот это или вот это, что мне выбрать тогда лучше? Сначала, ну, лучше сначала, просто попробую неделю свечи, ну, подставлять или мазь использовать. Ну, если у тебя за неделю не проходит, ну, то просто режь. Ну, ладно. Ну, в плане с этим осложнений нет. Ну, кстати, я бы просто тебе посоветовал, ну, не три раза в день ходить, там, через день хотя бы. В смысле, чел, блядь? Давай пока, не шаришь. Не, мне Гена говорил то, что он какает раз в четыре дня. И Соня тоже говорит, что она редко какает. Я вот это не выкупаю. Это, ну, в себе постоянно какашки носить внутри. Просто вносишь в себе какашки, они в тебе купятся. Ну, если хочется какать, блядь. Вот хочется какать, чё мне, блядь? Алло. Алло. Да, да. Короче, тебя, пускай, суд же не пугает. И если ты хочешь всё-таки, ну, потом не бояться, не переживать, лучше одну недельку, как говорится. Так доктор сказал то, что это не защищает от новых. Какой? Доктор на Ютубе? Доктор на Ютубе, ну, у него халат был, чё мне, у меня нет основания. Блядь, ну, слушай, у тебя тоже халат есть, Кирилл. Действительно. И тиктоки ты, блядь, снимал всякие докторские. Но просто я тебе ещё раз говорю. Ну, это больше и ещё больше подтверждает его правоту. Потому что я-то гений. А я Евгений. Ну-ну-ну. Мне мужик сказал, мужик знающий, по нему видно, что он шарит. Он говорит, свечи вылезли. Ну, типа, он в очках разбирается, типа, да? Ну, он, блядь, был на расстоянии от моего очка примерно 5 сантиметров. Как думаешь, разбирается? Блядь, глазом, прям лицом, да? Лицом, лицом. А снимать можно это на видео? Ну, скажи, можно я это буду на видео снимать? Угу, ладно. Потому что, по сути, что это такое? Это тромбоз. То есть там кровь превратилась в жрешку. Тромбон! Вот это, да? Да, ржавый тромбон, знаешь? Ага, да-да. Расскажешь на стриме, что такое ржавый тромбон. Да-да, обязательно, ну. Вот. И это... У тебя, по сути, вырежут то, что очень, ну, лишнее. То, что ты там высидел на туалете или на своем прекрасном месте. А как оно заспаунилось? У тебя заспаунилось тоже за один день или как? Мне просто даже внезапно. Я сначала, если честно, я сначала подумал, что я плохо вытер жопу, и у меня говно приликло. А, такое было, да, было жизненно. Вот. И ты такой думаешь, блядь, что я так хуёво жопу вытер. Да-да. Вот, а потом такой, ой, а это что, из меня растет, походу? Да-да-да, ага-га. И я там, типа, пару дней не верил. Я такой, да нет, не может быть у меня геморрой, что я. Ну, да-да. Ну, я вообще думал, что надо быть, ну, каким-нибудь трактористом или таксистом, постоянно, типа, вообще сидеть. Ну, хотя, чем мы отличаемся? Ну, да-да. Поэтому вот. Идешь, тебе говорят, если тебе говорят про свечи, я еще раз говорю, ты будешь, я не знаю, неделю ссуать себе в очко разные вот эти свечи, и потом у тебя пропадет геморрой, и ты такой, типа, ура, я вылечился. А потом через месяц херак, он опять вылезет. Ну, тебе это нужно. А-а-а. Ага. Да-да. Ну, если тебе это нужно, если это тебе по приколу, так, то, конечно, не знаю. Ага. А надо попу мыть перед этим? Просто помой попу. Сувать тебе шланг никто не будет, как правильно сказал. Случите. Сначала скажут. Перед тем, как прийти, чтобы шланг вам засунуть, надо сначала клизмочку. Либо этот. А вымыла у тебя такое, знаешь, когда, ну, вроде, вот, в душе, вот, вроде писюн помоешь, да? Так. А все равно пахнет. Вот было такое. И у тебя попа так же пахнет? Вот я боюсь то, что я к доктору приду, да, я вот, ну, могу надраить там попу, но я приду, а он скажет, ты что, блядь, ты серьезно? Рассказывай тебе лайфхакус. У тебя дезодорант какой? А? Нет, дезодорант у тебя какой, который подмышки мажешь или пшикаешь? Пшикаешь подмышки, который. А у Сони есть, который мажешь? У него шарик, наверное, есть. Блядь, да чел, он спалит, нахуй, я приду, он скажет, а что у вас тут намазано, блядь? Нет, 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 ты, короче, берешь, палец мажешь, и, ну, чуть-чуть, и растираешь по всему очечку, вот. И прям по вот этой фасоли? По головке. Да, и, короче, ты ляжешь перед ним, он такой, типа, так, давайте-ка по... А он спалит то, что слишком хорошо пахнет, и... Да, и он такой, он такой, это для меня? А, да, ну, то есть он уважением пропитается больше? Да, да, он такой, ну, тогда сделаю вам скидку. О, ничего себе, ладно тогда, нормально. Ладно. Как, как, заблаго, это, задобрить проктолога? Ладно. Ну, вот, можешь, можешь ему, знаешь, еще между булок и открытку оставить? Он будет вот это вот так делать, типа, у-тю-тю, иди сюда, иди сюда, вот так. Ну, если у него будут усы такие, очки большие, как у тебя, то да, возможно, он будет так делать. Ты можешь ему на одной булке написать «ты», а на другой «красава». Вот, и, ну, типа, ляжет, и это... Угу. Против геморрой в жопе Байден вилл санкции, да? Именно. Ну, ладно, Кирюш, давай, пока. Приятные новости, друг. Угу. Давай. Тюбан, и сын. Так, по центре, сейчас, я извиняюсь, я на донаты отвечу, мне надо банан съесть. Лучше мне его, видимо, сейчас в жопу засунуть, я думаю, что это как-то... Сейчас я проверю. Ой, пиздец, блядь, я думал, что мне должно быть лет, как Жираку Луни, там, сколько Жираку Луни, 35? Я думал, так да. Банан, банан чуть коричневый, потому что, ну, я сначала проверил лечение от доктора Попова, а потом уже, ну, не получилось, и... Субтитры сделал DimaTorzok